Добрый вечер, господа, я, Вороня, прошу прощения, у меня есть несколько особенностей, как у лектора. Во-первых, я, когда начинаю читать лекцию, говорю довольно тихо и монотонно, но вы не пугаетесь, пройдет пять минут, и я, как Нестор Петрович, из большой перемены, возможно, начну на те стулья ломать. Во-вторых, я, бываю, употребляю экспрессивную лексику, мада не будет, не знаю, к счастью или к сожалению, но иногда на грани флова буду ходить, к сожалению. И еще, если мне позволят, вне рекламы, две минуты буквально, там, после первого докладчика звучал вопрос относительно ментальности и возможности ее изменений, скорости ее изменений. Есть замечательный исторический анекдот, который иллюстрирует ментальность немцев. В XVIII веке один майор Лейб-Гвардии, борцов Лейб-Гвардии, как-то вечером сидел в кабаке, выпивал, естественно, что еще майору делать в кабаке. И тут инкогнито появляется Фредрих Великий, Фредрих Второй или Старый Фриц, как его называли, кайзер Пруссии, который очень любил, как гадональд Рашид инкогнито, бродить по своей столице, думал, что вроде кто-то узнает. Ну, майор его, естественно, сразу узнал, сразу понял, что ему грозят крупные неприятности, поскольку рано с утра майору надо было заступать в караул в спальне кайзера, а он пахнет, да и выпитет прямо, скажем, помято. И вот они до пяти утра с кайзером выпивают, кайзер там как-то представился поддельным именем, это неважно. И когда майору уже предстоит отправляться на дворец, он наклоняется к кайзеру, он пахнет и говорит, вообще-то мне сейчас в караул в спальне кайзера, но сволочью будет тот из нас, кто об этом проговорится. Ридрих отличался специфическим чувством юмора, поэтому на ближайшем по радио он подошел к майору и сказал, поздравляю вас, майор, вы уже подполковник, но сволочью будет тот из нас, кто об этом проговорится. Пройдет год, и майор, который терпеливо молчал, внезапно получит свое звание подполковника, ему даже пересчитают жалвы за этот истекший год. Но это показывает, что еще в 18 веке немцы были на самом деле еще те раздолбая, и закончилась эта история на самом деле где-то в районе, как ни страшно будет, в начале 30-х годов 20 века, когда фюрер немецкой нации Анатолий Гитлер отправит небольшое подразделение СС поработать кондукторами в общественном транспорте в Мюнхене, потому что жители Мюнхена перестали платить за проезд в общественном транспорте и слали далеко фатерлянг кондукторов. После того, как несколько человек, говорят, публично расстреляли, немцы наконец-то одумались и уже все-таки стали дисциплинированными людьми. Так что было правильно сказано, что смена ментальности со средневекового бардака началась где-то в эпоху лютеранской реформации, но закончилась она до факта только в 20 веке, то есть все-таки очень медленно. Ну ладно, теперь наша основная тема – хитроумие, хитрость и обман человеческой культуре. Тут есть ряд пограничных вопросов. Во-первых, насколько этично, в принципе, изучать такую тему, в том числе преподносить какие-либо рецепты. Во-вторых, что, собственно говоря, означают эти три понятия, которые, на первый взгляд, кажутся очень родственными и близкими, хитроумие, хитрость и обман. Насчет этичности я могу заметить только одно. Человеку, о котором мы сегодня еще вспомним, Николу Макеавелли, приписывается высказывание цель оправдывания средства. Когда люди начинают читать Макеавелли, первое, на что они обращают внимание, дело в том, что в трактате «Государь» вы нигде этой фразы не найдете, в принципе. Более того, только в личной переписке с его бывшим шефом, когда он уже был отправлен в отставку в Медичи, да и шеф тоже находился в отставке, Макеавелли произносит отдаленно похожую фразу, он пишет, в отличие от вашего, своему контрагенту, где все благоразумие, я всегда считал и буду считать, что в делах важнее не средства, которые к тому используются, а в исход, в котором дела завершаются. На первый взгляд, все то же самое, кроме одного, но Макеавелли считал, что результат оправдывает средства. И если внимательно читать «Государя», то мы обнаружим у него и вторую мысль о том, что неправильно выбранные средства, точнее, выбор средств приводит к терминированному результату. Если вы ставите свои задачи счастья и благополучия подданных, то убивать своих подданных ради достижения этой цели – это плохое средство, несоответствующее выборной цели, и, соответственно, результат тоже не будет соответствовать изначально поставленной цели. Он очень странный был человек, его называют самым главным европейским коварным политиком, самым главным секретцом, он был патологически правдив. Он был настолько правдив, что он не мог вести лично дипломатические переговоры, он стоял в сторонке, слушал, о чем говорят, потом наклонялся к усу его шефа и начинал говорить, что надо собрать его шефа, но сам собрать принципиально не мог. Такой странный, довольно забавный персонаж. Дело в том, что из этих трех концептов, где, может, джедайский меч, обман, однозначно носят негативную эмоциональную коннотацию, негативный смысл, это, в целом, справедливо, но тут великий и могучий русский язык начинает внезапно давать сбои. Такое случается, слава богу, наш язык молодой и развивающийся, он пополняется новыми формами, в том числе и через заимствования. Ну, скажем, у нас есть слово «игра», оно означает очень широкий комплекс понятия в английском, есть слово «play», «play» имеется в виду, и слово «e game». И «play» — это пьеса, это игра в театре, это игра на скрипке, «game» — это соревновательная игра, это игра, ведущаяся по определенному регламенту и так далее. Но, может быть, это все игра. У нас есть ряд частичных синонимов к слову «обман», но так или иначе мы под обманом подразумеваем целый комплекс понятий, которые шире всего раскрыли арабы, у которых этих видов обмана насчитывается свыше 20, часть из них Коран, Сунна и ряд других источников, в том числе и ранние авторитеты, в том числе и праведные халифы, первые четыре преемника Мухаммада, одобряют, как ни странно, часть из них нетусмысленно запрещают. То есть, если я просто скажу вам, что сегодня к 17 часам я приду на лекцию, буду читать вам про хитрость, хитрость, хитрость и обман, сам отправлюсь с приятелем в кабак вместе с Фитрихом Великим Емелью, то, естественно, то это будет с точки зрения араба недостойная плата. А если же я скажу, что в 17 часов я буду на лекции, а сам окажусь в этот момент, скажем, в институте путей сообщения, читать платную лекцию, то с точки зрения араба в этом ничего предусудительного не будет, поскольку я не использовал прямой обман. Я обманул недоговаривание в данном случае, я не комплектизировал условия своего изначального коммуникационного сообщения. Или, это еще может быть вторая версия позволительного обмана, я предложил вам достаточно широкое пространство интерпретации моих слов, а как вы их интерпретировали, это уже, собственно говоря, ваши проблемы. Арабы в этом смысле были людьми довольно прагматичными, в отличие от европейцев. Хитрость у нас несколько иная категория, она связана в первую очередь с тем, что наши действия приобретают второй смысловой план, который работает в первую очередь на нашу выгоду. И у нас есть, наконец, самая тонкая, изящная и наименее негативная в эмоциональной оценке категория, такая как хитроумие. Занимательно, но факт, но давайте переключим слайд, а то вы заскучали. У нас тут есть замечательный персонаж Сунь Цзи, это древнекитайский полководец и военный теоретик. Даты жизни постоянно оспариваются, поэтому я так широко размахнулся, 6-й, 4-й век. Где-то в этих границах, когда в Китае шла одна непрерывная протоубийственная борьба, завершившаяся в 3-м веке формированием империи Цинь, Сунь Цзи жил. Ну, возможно, не жил, в смысле, что, возможно, Сунь Цзи не было, а был один из его преемников Сунь Бина, которого мы тоже сегодня вспомнили. И написал буквально 30-страничный текст под названием «Искусство войны Сунь Цзи Бинфа». «Искусство войны Сунь Цзи». Один из самых комментируемых до сих пор военных трактатов, который безальтернативно изучается практически во всех академиях генерального штаба. Если вы хотите узнать все об обмане и хитрости, то вот этих 30 страниц, как ни странно, будет достаточно на самом деле. То есть 4 главы из 13 глав Сунь Цзи посвятил особенностям китайской военной тактики, их можно смело выкидывать. А вот оставшиеся 9 глав, из которых первые 5 глав сугубо теоретические, на самом деле, де-факто, кодифицируют практически все, что китайцы знали о хитрости. И правду исключительно теоретической форме. То есть в той же самой первой главе Сунь Цзи сразу недвусмысленно напишет «Война – это путь обмана». Если ты что-то можешь, показывай противнику, что ты этого не можешь. Если ты далеко, показывай ему, что ты близко. Если ты близко, заставь его поверить, что ты далеко. Если ты в порядке, заставь его поверить, что ты пребываешь в состоянии расстройства. Если в порядке он, приведи его в состояние расстройства. Нападай на него, когда он не ждет, такой там, где он не ожидает. Сунь Цзи впервые, насколько мне известно, по датировкам обратил внимание на забавный факт. У моей супруги была замечательная начальница. Она очень любила строить хитрые многоходовые комбинации. Они разваливались, естественно, как карточные домики, буквально на втором этапе. И начальница принималась буйно сокрушаться. Почему? Почему эти люди поступили не так, как я думала, что они поступят? У меня в голове все так хорошо сложилось. У нас есть замечательные поговорки серии «На бога надейся, верблюда привязывай». Или «На бога надейся, сам не плашай». Или «На бога надейся, верблюда привязывай». Так вот, Сунь Цзи, собственно говоря, во второй плоте, я прямо писал, я не рассчитываю на то, что противник не придет, я думаю, с чем я его встречу. Я не рассчитываю на то, что противник явится на битву не готовым. Я думаю, как по дороге привести его в состояние расстройства. То есть, де-факт, это вся та же самая идея того, что мы не должны рассчитывать изначально на лучший вариант развития события, а предполагать то, что противник будет действовать не так, как мы ожидаем. У него много частных, конкретных примеров, но это все военная теория. Китайцы – люди удивительные. Они одновременно с известным знанием поднимали на очень высокий теоретический уровень, идентифицировали, и вместе с тем, совершенно спокойно, это же самое знание воплощали в некоторых народных пословицах и поговорках. Они получили название «36 стратаген». Самый известный европейский исследователь, которым и занимался, это Харм фон Зенгер. Он, собственно, для европейцев открыл этот феномен. Это 36 пословиц и поговорок, странное совпадение, 36 стратагенов, 36 поговорок, которые каким-то образом фиксируют китайские правила, алгоритмические правила хитроумных действий. Причем занимательная самая деталь тут заключается в том, что большая часть из этих стратаген относится как раз-таки к категории хитроумия, а не к категории обмана или даже к категории хитрости. Мой любимый пример, используемся для его иллюстрации, работой замечательной российской художницы Елены Политаевой, «Сливовое дерево засыхает вместо персикового». Рассказываю такую историю. В эпоху Сулюбина, который, вероятнее всего, и был, собственно, на Суньдзе, живо было два китайца. Один из них был князь династии Ци, потом слева у нас Ван Ци, и другой из них был полководец Тяньдзе. Ладно, я бы и без этого. И другой из них был полководец Тяньдзе. У них было по три колесницы, они постоянно участвовали в колесничных состязаниях, но колесницы были разного класса, и в результате хорошая, средняя и плохая, да? И в результате хорошая колесница Ванна всегда бегала чуть-чуть быстрее, чем каталась, чуть-чуть быстрее, чем хорошая колесница Тяньдзе. По правилам тогдашних колесничных состязаний, надо было выиграть двух забегов из трех, но если мы сравним числа, которые я взял из головы, но они очень плотно совпали, то мы обнаружим, что даже при наличии определенных обстоятельств, шансы Тяньдзе полководца обыграть своего собственного князя, на колесничных состязаниях, мягко говоря, невелики. Шесть против пяти и девяти, четыре против трех и девяти, два против одного и девяти. Судмин послушал стянание Тяньдзе, который в очередной раз подул свое жалование Ванну, и сказал, ты выиграешь, когда поймешь, что слива должна засохнуть вместо персика. У вас есть персик, как легко или принужденно, не обманывая Ванна, не заменяя колесницу на ламборджине Диабло, Тяньдзе может выиграть. Да, логично. Он выставляет свою плохую колесницу против хорошей колесницы Ванна, она однозначно проигрывает, хорошую против средней, проигрыш, среднюю против портной, проигрыш. В двух задехах из трех Тяньдзе выиграл. Забавно, но при этом Тяньдзе никоим образом Ванна не обманул ведь. Он просто-напросто поменял ожидаемый порядок выставления колесниц. Ван Ци тут как раз оказывается в положении начальницы моей супруги. Я, в голове, выстроил такую замечательную схему, все должно было получиться. А Тяньдзе взял почему-то и поступил не так, как было у меня в голове. Это классический пример действия китайской стратагемы. Пожертвовать меньше для того, чтобы спасти больше прямого обмана здесь не происходит, но тем не менее честными действиями Тяньдзе все равно мы назвать не можем. Что-то нам мешает, поскольку Тяньдзе заранее знает результат. Правда, за кадром остается продолжение этих колесничных состязаний. С моей точки зрения, там самое интересное. Когда Ван Ци понял логику действий Тяньдзе, на следующие состязания они будут выставлять колесницу оба. Не этим образом, и кто кого переграет, это уже большой вопрос. Эта история имела два продолжения. Одно из этих продолжений было связано со стратагемой, которую я сейчас называть не буду. Это, опять же, иллюстрация госпожи Политаевой. Я очень ей благодарен. Благодаря этой карте мы с вами сейчас попробуем все-таки разобраться с предыдущей иллюстрацией. У нас есть три китайских государства. Империя Цинь большая, крупная, но так получилось, что она там немножечко истощена гражданскими конфликтами за последние 25 лет. Царство Уэй поменьше, но зато оно процветает, очень плодородные земли занимает, все зашибись. И царство Джао приблизительно то же самое по площади, что царство Уэй, но оно на самом деле в военном отношении очень слабое. Правда, слабость Джао в данном случае не играет решающего значения по причине того, что если Цинь получит ресурсы Джао, то Цинь однозначно победит Уэй. Если Уэй получит ресурсы Джао, то дни династии Цинь сочтены. Царство Джао решает, что они самые хитрые, поэтому они заключают тайный договор с Цинь, чтобы если Уэй нападает на Джао, то Цинь приходит на помощь. И они аналогичным образом заключают тайный договор с Уэй. Если Цинь нападает на Джао, то Уэй приходит на помощь. Они думают, что они самые молодцы, теперь ничего не угрожает. На самом деле они загнали ситуацию в тупик. И у кого первого не выдержат нервы, а нервы у первого не выдержали, естественно, у царства Вэй. Иначе бы история не сложилась, поскольку Тяньзи у нас в тот момент полководится в царстве Цинь. Они бегали как бояре между Польшей, Литвой и Московским царством, туда-сюда. И вот Вэй нападает на Джао. Тяньзи и Суньбин отчаянно не желают вступать в прямое столкновение с армией Вэй, поскольку даже при помощи Джао, которая сразу, пользуясь современным интернет-сленгом, получила по щам, как-то ситуация балансирует, прямо скажем, неопределенно. А Тяньзи и, самое главное, Суньбин из тех людей, которые не желают полагаться на маленькие вероятности, они желают точно гарантированной победы. Как им спасти Джао и не вступать в столкновение с армией Вэй? В этот момент Наталья молчит. Помолиться. Помолиться? Ну, надо сказать, что сплеснутся два тигра, а потом обезьяна спустится с дерева, и то есть мозги уже у обоих. Близко. 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 На самом деле ситуация очень сильно изменилась, поскольку Вэй обошлась на молоке, поэтому теперь будет дуть на воду и царству Цинь сугубо не доверять и всегда ожидать какой-то полости коварства с их стороны. И так оно, собственно говоря, и будет, поэтому когда спустя короткое время Вэй предпримет попытку прямого нападения на царство Цинь, то Суньбин разыграет с царством Вэй, с тартагемосливого дерева засыхает вместо Персикова, причем он ее даже доработает на самом деле. Войска Вэй будут наступать тремя колоннами, Суньбин оценит их как сильную, среднюю и слабую. Ванкси предложит выставить, так же поделить свое войско на три части, слабую выставить против сильной, сильную против средней, среднюю против слабой колонны. Суньбин решит, что это не разумно, поэтому он выставит в результате слабую против сильной, среднюю против средней и сильную против слабой. Поскольку речь идет не о раздельных холистичных состязаниях, а о параллельных событиях, то сильная колонна Суньбин очень быстро победит слабую колонну царства Вэй, поможет после этого средней колонне победить среднюю колонну и затем они вдвоем присоединятся к слабой колонне против сильной колонны царства Вэй. В результате за счет быстрой победы против первой слабой колонны Суньбин в каждом из трех случаев получит решающее преимущество и разгромит армию Вэй. В защите этого метода сразу надо заметить, что в следующем поколении царство Цинь станет гегемоном Древнего Китая и Древний Китай объединит. У китайцев было много таких стартодем, они отчасти дублируют на самом деле друг друга. Самое забавное заключается в том, что примеры использования вы можете обнаружить абсолютно в любой культуре. Иногда вокруг этого можно выстроить какую-нибудь конспирологическую теорию. Например, можно предположить, что на самом деле Гамлета, отца Гамлета, ну в смысле папеньку Гамлета, звали тоже Гамлет, да, я надеюсь все помнят, что его убил не его брат Клавгий, а его на самом деле хотели убить норвежцы, потому что по странному стечению обстоятельств именно норвежский принцип Портенбрас в конце трагедии Шекспира внезапно оказывается на датском престоле. Если мы, как нормальные конспирологи, допустим, что норвежцы ранее замыслили эту пакость, то, собственно, норвежцы реализуют стратагему «Убить чужим ножом». То есть они вкладывают в голову брата короля мысли «Убить короля», благодаря чему сеют хаос в датском королевстве, и после этого применяют стратагему «Грабить во время пожара» или «Украсть балки и заменить их на гнилые подпорки». Датская королевство начинает трещать по швам, и все заканчивается очень просто. Портенбрас становится датским правителем, будучи норвежским принцем. Другая культура. Китайцы, общая резюме, китайцы на самом деле к хитроумбе относились очень положительно, хотя к обману как таковому они относились на самом деле отрицательно. Правда, у них в культуре однозначно обман разрешался в ходе войны. А дальше начинается свистопляска, поскольку тот же самый Сунзи, как главный военный теоретик и главный авторитет, на основании которого выстраивается китайская военная семикнижия, считал мир разновидностью войны. Если мир у нас разновидность войны, а во время войны разрешен обман, то, соответственно, и в мирное время обман на самом деле разрешен точно так же. Я не буду делать из этого никаких далеко идущих выводов относительно современности, а то меня посадят за экстремизм. Другая культура, которая очень положительно относилась к хитрости, это индийская. Самый известный хитрец в Индии – это Чанакия Каутилья, помощник Чандракупты, основателя династии Мауньев, который считается автором трактата «Ардха Шастра» или «Наука о пользе» или «Искусство политики» по-разному переводят. Это в отличие от Сунзи, который, что не типично, по-моему, для китайцев был чудовищно краток, 30 страниц на все про все, у этого товарища был чудовищно многословен. «Ардха Шастра» в русском переводе занимает около 400 страниц чистого текста. Там множество частных кейсов, которые можно рассматривать. Я не могу приводить их к примеру, но отмечу одно забавное обстоятельство. Оно нам пригодится. Назад. Видите, да, вот это вот у нас Китай. Причем это так, на самом деле, нормальное, естественное состояние Китая. В том смысле, что периоды, когда целиком Китай менялся под властью одной династии, очень часто, ну не очень часто, они были скорее исключением в течение очень длительного времени, да и в эпоху Средневековья его регулярно разламывало, буквально смысле слова, разламывало на отдельные территории, и как-то не удавалось у ребяту житься всем вместе. С индусами ровно та же самая история, хотя самому хитрецу Каудилии и Чандрагубке удалось все-таки объединить большую часть территории Индии вокруг государства под названием Магадха. Когда так весело выходит, культуры, которые вроде бы должны решать политические вопросы и военные вопросы в более эффективным способом, по странному стечению обстоятельств, вдруг оказываются как раз-таки политические расколотые. Но мы перепрыгнем немножко, у нас есть харизматичный персонаж, вы его узнали, да? Красавчик какой, особенно в качестве правой статуи. Никола Макеавелли, дипломат из Флоренции, который отчаянно интриговал, чтобы Медичи не пришли к власти во Флоренции, который проиграл эту дипломатическую военную борьбу, который оказался в ссылке, который принялся в ссылке писать рассуждение о первой декаде Титаливе, сочинение апологетическое относительно республиканской формы правления, потом прерывает внезапно написание этого труда, за пару месяцев буквально выстреливает из себя государя, отправляет его в Медичи, после чего возвращается к Титаливию. И республики-историки до сих пор спорят, что это. Мое мнение, которое не претендует в данном случае ни на какую доказательность, заключается в том, что это не резюме, как принято часто думать. То есть Макеавелли отправил Медичи в резюме, вот почитайте, возьмите меня, пожалуйста, обратно на работу. У меня четкое ощущение, что Макеавелли подложил Медичи информационную бомбу. А дело в том, что из песни слов не вытянешь, и очень часто почему-то обращают внимание только на половину формулировок, которые использует Макеавелли. Ну то есть там государь должен казаться щедрым, милостивым, милосердным и честным, и быть в самом деле таковым внезапно завершает Макеавелли. Так казаться или быть в самом деле таковым? Вот в чем вопрос. Это взаимоисключающий параграф в рамках одного высказывания. Я даже попробовал посчитать, в скольких случаях Макеавелли рекомендует честность, а в скольких случаях действительно бесчестный обман или жестокость, и выходит, что он рекомендует все-таки скорее честность. Вот этот жестокость и такой обман принципиальный, он был скорее как раз-таки нужен для того, чтобы убедить Медичи прочитать эту штуку, но Медичи не повелся, он все-таки практик был. Макеавелли не повезло. У него на самом деле каких-то алгоритмических рецептов хитрости практически не присутствует. В сочинении его хитрость довольно плоская, она имеет не больше двух слоев, то есть очень часто все сводится к серии довольно спорных допущений. Человек проще простит убийство собственного отца, чем лишение его имущества, поэтому завоевывая новую страну, смело лишайте людей жизни, но главное не конфискуйте у них имущество. Ну как-то вот... По этой причине, собственно говоря, арабский правитель, который заказал перевод в Макеавелли, а арабы будут заключить эпизодом нашего с вами рассказа, прочитав перевод первого класса, он скликнул, не надо, не надо мне переводить больше сочинения этого мудрого европейского шейха. Я знаю гораздо больше хитростей, чем он... У арабов действительно был очень распространен жанр сочинений, которые называются «Княжьей Зерцала». Это сочинения, наставления правителю, они кодифицируют арабские знания по хитрости, но тут другая история, чем с Китаем. Дело в том, что арабский язык очень гибкий, гибкий, интонационный, и нам тут с вами как раз таки везет. Исламовед Игнатенко считает, что для передачи арабских лингвистических тонкостей в русский язык интонационно подходит как нельзя лучше. Я даже попытаюсь сегодня это продемонстрировать. Но, правда, начну я с другого, с того, что отношение арабов к хитрости спонсируется, легализуется, я не знаю, самим текстом Корана. Начиная от фраз в Коране таких, как Аллах говорит о себе, я отманщик из отманщиков и хитрецов, и кто злоумышлял против меня, против того я злоумыслил сто крат, и не удалось никому уйти от моего возмездия, заканчивая историями, ну, например, этого персонажа, вы узнали, да, на картине Войзловского? Сюжет. В море люди тонут, и бородатый старец машет рукой, так сказать, плывите, плывите. Ридли Скотт тут снял отвратительный фильм про это. Но это не Ридли Скотт снимал. Моисей, конечно, это сюжет исхода, там две занимательные хитрости, когда евреи убежали, фараон их не очень хотел преследовать по тексту Корана, у него первый гетцумер, ему немножко не до того, чтобы врагов возвращать обратно на трудовые будни, но намархи губернатора Египта, во главе с Дубровским, во главе с намархом ФИХ, подступились к фараону и попросили, давайте все-таки вернем. Фараон ломался, 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 тут перед фараоном появляется архангел Джабраил, ну, или в христианской традиции мамку и поле знакома Гавриил, он воплотился в одного из намархов и спрашивает, фараон, дружище, что бы ты сделал с рабом, который восстал против воли своего господина? Да, что сделал бы, отвечает фараон, утопил бы смесью воды и собственных нечистот, гадок. Зафиксируешь? Конечно, зафиксирую, говорит фараон, подписывает приговор, после этого на мархи его все-таки увагают погнаться за израильтянами, они их достигают, забавно, в тексте Корана, египтяне увидев две стенки воды и спины перешедших уже Красное море, израильтян как-то не захотели туда лезть, в этот момент снова появляется архангел Джабраил, он у нас такой Джеймс Бонд и Борн в одном флаконе. Он появляется, правда, внезапно в образе кобылицы в течке перед войском фараона, поскольку в фароновскую конницу набираются одни кони, то они тут же, естественно, ломятся за Джабраилом, евреи заканчивают переход, воды смыкаются, и тут перед тонущим фараоном, который, когда на него 40 метров воды с двух сторон обрушили, понятно, да, что с ним произошло, появляется архангел Джабраил и показывает раба, восставшего против воли своего господина, утопить в смеси собственных нечистот и в воде. Ну, в данном случае под рабом, восставшим против воли господина, подразумевался фараон, восставший против воли Аллаха. Ну, Джабраил поступил с фараоном все-таки нечестно, фараон ведь не хотел восставать против воли своего господина и в конечном счете отказался от исследования евреев на берегу Красного моря, но он оказан все равно был. Или другая история, еще более веселая, этот сюжет вы можете узнать, правда, это, кстати, гаванитарская фереска. Жертвоприношение. Да, Авраам, все правильно, Авраам приносит жертву Исаака и знакомый нам Джабраил его останавливает. Правда, нас будет интересовать другая деталь биографии Авраама или Ибрагима, как его называют мусульмане. Дело в том, что Аллах имел некоторую неосмотрительность пообещать Ибрагиму, что тот сам выберет день и час своей смерти. Время что, Ибрагим не торопился, ну, еще как бы можно пожить, инвестиции, опять же, не от битвы, сын, там, есть причины. Аллах заждался, поэтому отправляет Джабраила. Джабраил попадается Ибрагиму на дороге в образе дряхлого станца. Ибрагим берет его к себе домой, пытается выходить, кормит моченым в козьем молоке хлебушком, старец все плевывает, ему становится все хуже, но и отдать душу Аллаху тоже как-то не торопится. И тут Ибрагим по недомыслию воскликнул, Аллах, не позволь мне дожить до тех дней, что этот глубокий старец, я не хочу так мучиться. Опачки, говорит Аллах, и забирает свою душу Ибрагима немедленно к себе, поскольку старец был хоть и очень грязный, но моложе самого Ибрагима. Тоже прямая уловка, использованная Аллахом для того, чтобы нарушить свое собственное обещание. Но мне больше что нравится история, которая демонстрирует именно лингвистический пласт тонкости арабской хитрости. Перед вами, кстати говоря, развитие арабского халифата по цифре 1. Это у нас территории, которые объединились политически при власти Мухаммада. Два – это завоевание Абу-Пакра. Три – это у нас третий праведный халиф, второй праведный халиф – Халим-Урмар. И, наконец, четыре – это у нас Усманы ибн-Афан. Самые сточные, жирные и обширные территории. Как раз об Усмане ибн-Афане речь идет. Осаждая крепость Амиш, он столкнулся с просто-напросто бешеным сопротивлением ее защитников. И он предлагает им жизнь, свободу, собственность, как во французской декларации «Прав человека и гражданина». Ну, или жизнь, свобода и стремление к счастью, как в американской декларации независимость. Короче говоря, он говорит, «И один человек не погибнет, если вы откроете мне ворота крепости». Султан, а не султан, халиф обещал, что никто из нас не погибнет, говорят жители Томисы, радостно открывают ворота и сходить сдерживает свое слово. Ваши творческие предположения? Бей собак неверных? Нет? Хотя вещание данное неверным мусульманам исполнять не обязательно, но это праведные халифы. В этот момент христианство и иудаизм считаются так называемыми покровительствуемыми религиями. Поскольку христиане и людей также поклоняются единому Богу, то неверными они в тот момент не признаются. Неверные в тот момент это язычники и безбожники. По этой причине бей собак неверных тут не вариант, не качество. Может быть не один, а больше? Если они не погибнут, то сами умрут. То есть если не кормить. Да все проще. Надо просто чуть-чуть поменять интонацию и один человек не погибнет, если вы откроете мне ворота крепости. Он казнил всех защитников, кроме одного. Защитники крепости в интонациях халифа услышали то, что хотели услышать. Они прочли и один как не один. А надо было читать буквально, как только один не погибнет, если вы откроете мне ее ворота. Арабская хитрость, невзирая на отели княжев зерца, на самом деле так кодифицирована, как у китайцев не была. Хотя множество отдельных уловок действительно потрясающих совершенно. Арабы знали, арабы применяли. Я могу только порекомендовать книгу того же Игнатьенко, как жить и властвовать в исламе. Она имеет и теоретический пласт, связанный с особенностями славской политической культуры. И чисто историк, такой развлекательный пласт, связанный с этими ирабскими самыми хитростями. Но я, правда, на заключение у меня там времени есть еще сколько-то? Пора сворачиваться. Ну, ладно, я приведу еще один пример замечательного персонажа. Он распространен во всех странах арабо-исламского мира. В Советском Союзе выходил замечательный сборник 24 на Сарегина. Это, собственно говоря, по тем 24 странам или государственным образованием, где Хаджана Сарегин стал популярным поэкторным персонажем. Правда, забавный факт заключается в том, что ворово-исламской культуре Хаджана Сарегин считался, на самом деле, нам бытру по хитрости, хитроуму и обману, потому что нам бытру была жена Хаджана Сарегина. Там, где Хаджа мог перехитрить любого эмира с исламского судью или мулууса, неважно, жена легкую волой могла обхитрить и доходила вплоть до прямого криминала по исламским законам, то есть в одной из историй она повадилась с потушкой, что вообще само по себе плохо, а она еще и возвращалась в таком виде домой после захода солнца, надписи, про рождение мужчины, то есть прям совсем никуда. Хаджа неделю потерпел, потом заявил еще раз развод, а развод по-мусульмански это штука очень простая, три раза крикнуть, что не жена там не больше при свидетелях и все, до свидания. Жена пару дней крепилась, но потом дурные привычки, дурная наука нехитрая, да, или как там говорили в явлении, мало хербицы такрестят, дурная трава быстро растет. Короче говоря, она на третий день сдалась, пошла, с подружкой опять напилась, вернулась домой, Хаджа ее не пускает, жена рыдает у дверей, потом тихонечко завыла на одной ноте, подошла к колодцу во дворе, взяла большой камень, бросила в колодец и сама спрятывала за колодцем. Хаджа думает, вот блин, завтра объясняй соседям, почему из колодца турно пахнет и куда делась дорогая миссис на середин. Она выскакивает из дома, жена из-за колодца выбегает, забегает в дом, закрывает дверь и сама начинает изнутри в эту дверь колодить какого-то громче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова